Пока наши корреспонденты вместе с героиней сюжета разглядывали семейный альбом, у нас в студии тоже появился гость, режиссер самых значимых праздников нашей страны, художественный руководитель молодежного театра эстрады, автор многочисленных постановок и пьес Вячеслав Николаевич Панин. Доброе утро, Вячеслав Николаевич. Ну, давайте начнем с того, что завтра, 6 мая, по мотивам вашей пьесы «Так сделал я», да? «Так я сделала», называется, на сцене Республиканского театра белорусской драматургии состоится премьерный спектакль, да? Ну, что ж, наверное, для вас это, несмотря на то, что у вас за плечами большой багаж, тем не менее для вас это тоже какое-то волнительное событие. Я давно не волнуюсь, нет. Дело в том, что театр драматургии – это вторая пьеса, которую они ставят мою белорусскую. Был когда Анисенко он поставил, первая моя пьеса, которую я написал. Я ее писал три года, потому что она была в стихах. «Песни Волка», да. Ну, я почему говорю об этом в сроке? Для того, чтобы перейти к этой пьесе «Так я и сделал», которую я писал. Начал в четверг, в понедельник, в час дня я ее сдал на конкурс. Ого! Да, это был шок для меня. Мне звонит Вацлав Володько, он в министерстве театрами занимался, он говорит, слушай, где пьеса? Я говорю, какая пьеса? Ты же обещал на конкурс пьесу. Я говорю, ну что, напишем, что ли? Обещал, сделаю. Он говорит, так, в понедельник, в час дня, последний срок. Трагикомедия, потому что финал, он, в общем, как у меня там, вот сборники, она напечатана в сборнике российско-белорусский сборник был специально посвящен этой дате. И там в преамбуле, так сказать, сказали, что пессимистичный взгляд, так сказать. Нет, это не пессимистично, это, можно сказать, так сказать, оптимистическая трагедия. Но фокус в том, что в пьесе по сюжету к ветерану является его друг, который погиб в 44-м году при освобождении Минска. Погиб, и он является к нему вот здесь. А тут свара, склоки за квартиру, за то, за пятое. Он ему говорит, слушай, бросай ты все. Он говорит, и что? Ты возвращайся в молодость. Он говорит, а как? Да просто возвращайся в молодость, будешь молодым. Он говорит, хорошая мысль. Так я, говорит, и сделал. Это последние слова пьесы. Я вернулся в молодость, и в том бою погиб. Такое, скажем, возможно, нетрадиционное какое-то решение. Да, да, да. Ну вот эта мысль, которая пришла. Вот сразу мне в четверг, когда я пришла, я понял, что я должен написать. Вы родились в 1945 году. Это значит, что ваши родственники, ваши родные наверняка воевали. Отец, мать, тетка, дядька. Второй дядька, который не пришел, он без вести пропал. Это, кстати, вот все мои родственники воевали. Все, без исключений. Фотоальбомы принесли с собой. Ну это вот попросили мне, я принес. Вот и нам расскажите, пожалуйста. Подскажите нам, пожалуйста, фотографии. Вот, отец мой, 24 года, уже три года воюет. Командир батареи. Командир батареи. Да. Командир батареи, он, причем у него был случай, когда выбили батарею всю. Он остался живой и старшина. И прислали им, говорит, 17-летних пацанов. Говорит, прислали, говорит, и первый налет. Самолеты на бреющем идут. Они, говорит, как глянули, как чесанули во все стороны. И все. Я говорю, а что делать? Батарея не стреляет. Это все, это, ну, практически расстрел, понимаете. И, говорит, мы бегаем вдоль батареи, говорит, старшина закидывает снаряды, а я дергаю. Он закидывает снаряды, а я дергаю. И батарея стреляла, так сказать. Потом, говорит, я построил всех, прошел по строю. Ну, практически их всех можно под трибунал было отдать. Ну, батя прошелся, одному в зубы, второму, и так всем 25 человек. И на этом, говорит, закончилось все. И, говорит, в следующий бой уже были совершенно другие. Ну, просто перепугались. Не пугались. 17 лет, пацаны. Не обстреляно. Много историй рассказывали вам ваши родственники. Ну, да, да. Ну, да, много историй. Потому что я сам-то в среде военных, потому что все вокруг были военные. И я помню это время, вот, послевоенное, это непрерывный праздник. Вот ощущение эйфории, сумасшедшей эйфории. А поскольку мы жили, ну, военный городок, а у нас была самая большая комната, 25 квадратных метров. Поэтому все дни рождения, встречи, праздники, все отмечались у нас. Что касается праздников, вы у нас к ним имеете самое непосредственное отношение. Наверное, тогда и повлияло, что вы как раз-таки действительно, самое, пожалуй, масштабное событие, чемпионат мира по хоккею в нашей стране, открытие площади государственного флага, да, вот парад, опять-таки, победы, все такие масштабные, значимые события для страны вы имели к ним отношение. Я думаю, что, во-первых, так сложилась судьба, потому что я так, театральный режиссер начал это, потом преподавал в институте, потом пришло 60-летие БССР было. И было шествие, это, наверное, было первое шествие в истории такой вот масштабной, театрализованной, где я построил Аврору, она выезжала на площадь, тогда дворца республики не было, там сквер был, и оттуда вдоль сквера выезжала Аврора, она стреляла, ну, это 60-летие, 30 градусов мороза, ну, это было зрелище, действительно, было такое, вот, и вот я тогда начал. Сейчас мы уже вот-вот находимся в преддверии этого праздника, 70-летия и так далее, вы принимаете участие в каком-то мероприятии, да, это же будет целый спектр различных? Да, целый комплекс мероприятий, парад и концерт, правительственный концерт, праздничный концерт, посвященный. Вот я делаю этот концерт, это будет спектакль, такой, ну, как это принято сейчас говорить, у нас театрализованное действие, театрализованное действие, там 150 солдат у меня участвуют в этом деле, артисты, балет, хоры, 400 человек хора, ну, так, вот такой концерт. Чтобы все мероприятия, которые запланированы вами к празднику Победы, тоже состоялись. Крепкого вам здоровья, чтобы вас хватило еще на много-много мероприятий в нашей стране, приходите к нам почаще. Всегда, мне кажется, у вас есть информационный повод. Дорогие зрители, дорогие наши ветераны, которых, к сожалению, уже осталось все меньше и меньше остается, но вам самого светлого, самого яркого, самого любимого, самого-самого, что решайте сами. Спасибо огромное. Спасибо. Как повисла потрясающая пауза, которая ценнее разных любых слов, даже самых-самых громких. В гостях в «Стадии Хорошее настроение» был режиссер самых-самых важных, самых значимых праздников в нашей стране, художественный руководитель молодежного театра эстрады, автор многочисленных постановок и пьес Вячеслав Николаевич Панин. Продолжение следует...